первая игра команд dark passage первый тур на сегодня и честно говоря вот по статистике rscorps ну игр сыграна у него хоть фактически столько же сколько dark passage но команда dark passage не участвует нигде кроме вообще лиги этой то есть 47 матчей 36 пара 36 побед и урс корпусов 75 матчей и 56 побед то есть но даже не смотря вот на это количество матчей здесь командир пассаж очков на ладаре больше чем командир скорбс и скорпион у нас забирает кристалл мэйден первым пиком довольно таки интересно довольно таки интересный первый пик байнд они нас веномансере клокверка что-то действительно последнее время видим в клокверка в первых банах интересно же почему все таки ну и у dark passage дефолтно там пугна с личом и первые два пика это профит вот интересно как пойдет игра какие будут пики потому что команда dark passage может недооценить своего противника хотя по уровню игры мне кажется что всеми серии им явно делать нечего им нужно проходить дальше нужно выигрывать эту семи лигу и проходить в про серию шторм вот так вот здесь тормали рнт будет играть на профете у нас шторм для некромена я так понимаю и по моему они сегодня со стендином играют ламда не было обычном составили сейчас даже можно посмотреть по моему да у них ламп на замене либо это основа но то что сегодня вот такая ситуация скажем произошла что я добавлялся к одному из игроков команды dark passage и он сказал что сегодня его не будет в играх вот так вот кристалл мейден и никс ассайсон то есть первыми забирают ли сильных суппортов решили забрать и забанить рубика значит это что будет либо здесь дарксир либо нога либо и нигма магнус и прочее прочее аое дэмэдж титан здесь бан уходит кажется можно было бы вместо титана отправить какую-нибудь нагу сарен потому что это как бы бан рубика он как бы намекает на то что что-то в пике будет явно это будет не не ради украденной вендетта или там нового года от кристалл очки или он банится 0 и он давно что в пиках что банах не был здесь тоже такой сомнительный вариант скажем так и от ward the warrior были кстати ситуации когда первым его не банили и потом он был в пике last причем пиком он был были были такие игры ну и теперь еще по два пика у каждой команды вот а вот а вот а вот она то есть обычно и купил 1 ластиллера потом под него инфиз бомбу какой-нибудь что-то вроде шторма тут наоборот вошел шторм и потом залетела стиллер чем же ответит на скорпионы должны брать кого-нибудь керри против этого ластиллера его сложно законтрить на самом деле только если это будет какой-нибудь алхимик или антимаг который сильно выформит вернее быстро вы форме нужны артефакты и надают этом ластиллеру пащам на резервное время тратит на свой пик возможно у скорпиона была тактика себе взять этого ластиллера сути сами они его не банили возможно они его хотели для нюкса взять для нюкса но под нюкса скажем так не задерживая задерживаться и пик конечно по количеству времени тратит арк пассаж на свой пик они видимо не сильно заморачиваются и пикуют то что возможно на ходу то что им по то что им понадобится это дизраптор вот это интересно возможно какой-нибудь нюкс мид или кристалл мэйден мид потому что по моему здесь перебор суппортов стал только что ну здесь то принципе у команды арк пассаж все понятно что это шторм мид соло профит и 3 пла с ластиллером но по это дазл это новенький обновленный дазл кстати выглядит выглядит он еще более пафоснее нежели раньше лучше сделали модельку вообще все модель которые стали новыми они выглядят поприличней а значит вот ластиллеру против ластиллера решают взять луну но сомнительный выбор совсем потому что это как бы рейдж и как бы там ничего не пробьет его рейдж начинает фокусить эту луну а у лунных это немного в принципе от небольшого качества хп и лайк стилл идет небольшой но тем не менее разбирать он будет нормально и и ластбан тимбером отправляют ластбан на принципе да тут соло игрок какой-то остался у команды скорпионс возможно это кстати мог бы быть дарк сир здесь но пик будет у команды дарк пассаж но дарк сира у них точно не будет потому что здесь есть профит бреста банят опять же тоже такой бан интересный есть вроде профит есть вроде уже двое игроков двое героев и стриплы будущий по сути здесь явно выраженный один саппорт остается ну и посмотрим на самом деле сейчас ластбиком удивят ли нас дарк пассаж есть не полторы минуты последний пик в чем бы не взять суппорт некролита не знаю по-моему если у него будет за макс на аура там кристалка будет находиться близко у него просто плохо бы я бой сниматься моментально за время всего за место точно не то виндра виндранер а ага значит чего-то мы не знаем сейчас расстановки может быть будет 212 или это чистый виндранер саппорт ну и ласт пик должен заезжать скорпионом должен быть хардлайнер почему-то мне кажется что нюкса отправят против шторма в мид и дезераптор с кристалл очка будет нянчить луну ну и соло игрока остается остается соло игрок это магнус то есть вот так вот ну это магнус может быть на самом деле не мид это магнус какой-нибудь лайновый может быть потому что но блин это лайновый магнус и такое сомнительно против конечно шторма стоит манусом тоже не очень год кунюкс классненький жучара расстановочки у нас здесь некромен играет на шторме на дазли играет у нас ламп на виндранер виндрейнджер все-таки приющийся в 60 как виндранер играет да и волкеры рнт играет на профете на силеры играет у нас классный кей всего назвать классненький на нашем классенький какой-нибудь такой у команды rscorps сада играет на магнусе в сэнкс играет на кристалл мэйден медиа да это дмит нюкс будет и видимо соло хард стать магнус либо с кристалкой нет соло хард будет стоять здесь и и и g играет у нас на нюкс ассасине android поиграет на дизрапторе и на луне да такая вот остановочка управлять магнусов хард это не есть хорошо по крайней мере хотя здесь кстати говоря про остановочки то что нет это вот до 3 план у нас на боте виндранер суппорты рнт будет здесь соло стоять вот на самом деле но это профит принципе ему против триплы тут вмешаться пеньками где-то везде где-то везде вмешаться и все создавать проблему в этой трипле и не давать фармить как-то сразу просто фастбайт эти и трентов не дают ими ничего сделать 15 голды суппортом всегда понадобится тут моментально просто магнус получает у нас от дозла много тычек теряет просто ни на чем 180 хп но ловить ему кроме опыта здесь явно нечего будет только 105 заходить далеко но заходит далеко и сейчас опять просто убежит дазл и даст ему первый спел да дает и опять под ядом здесь висит и как грамотно же за рэндж под рэндж тавра сюда не заходит просто пкд это магнус выезжать будет то я это сейчас максимально слишком близко подошел сюда макс и правда еще ничего не вкачано ну это тут к спорный момент будет что вкачивать потому что либо отъезжать надо будет как-то вот слишком сильно здесь далеко этот магнус заходит не интересно что с ним будет здесь ближайшее время потому что обычно такие дальние заходы на хардлэйне неправильно не прощаются просто так здесь профи тут здесь вот грамотно стоит так вот в этой в этой зоне вот его квадратик и мешается своими трендами магнус здесь сбегает его могут спокойно собрать сейчас дазл вкачал вторым крест интересно кидает яд на скивери относят его просто относят показывать что его надо бить сюда летит ой-ой-ой там произошло ферзботно здесь можешь сейчас отъехать магнус шейклы отлично и пауэршот и чуть-чуть буквально стоит манус 50 кп 23 хп остается у мануса и виндранер просто съедает два дерева успевает там умер нас профит на топе в это время здесь просто происходил на самом деле такой дикий экшен на этом магнусе который чудом выжил за все тремя хп и виндранер на хосте была который сожрал аж два танка подряд дабы вы пережить эту тычку от тавара ну вот собственно кстати говоря чем я и говорил этот банды вориора то есть про шторм бы сделал без мана а теперь она просто сидит без маны вот это такая грамотная контра этому шторму куда нас профит ушел а все понял профит у нас ушел пальмиться фармиться в лес оставил тут реплу как магнус все-таки здесь бродит зачем он бродит здесь непонятно сейчас могут быть шейклы не это будет пауэр шат магнус просто остановился на месте все он видел и теперь у нас собственно продолжается симулятор фарма профит будет у нас сидеть и в лесу прилетать куда надо но счет 20 такой вопрос где мир лавиндранер и кто главное самое я убил а она же от ауру милос правильно что-то уж всем забыли что это просто тысячи двести тридцать 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 просто тридцать опасность от магнуса у него всего 680 хп это виндранер просто жесть кстати last alert а слон у нас поровну идет идут по фарму так сюда приходит ми дизраптор и что это это забрать шторма шторма не шестого лава ахана здесь сентри стоит дизраптора этот на иллюзии прожимает дископия его глимсы обратно об карапасе прожимает мпл попадает прилетать на профит тп от виндранер нет профит не прилетают до последнего жалона не прилетает не виде центре вард сразу одновременно нас два медасу кири появляются у луны уласть и лера пока что не совсем уж поровну идут да вы дождем по нетворсу вот чуть-чуть ластера опережает тут на соточку чистый за трех крипов и тут все гонять затем анусом не дают им получать опыт ретил и он умеет то время как здесь ластилер и дазл 4 5 миндранер конечно 4 но она такой бегающий суппорт здесь кстати мпл сейчас на шторма еще и первый спел пытается убежать и я думаю бежит цеплять его не еще плита сюда профит будет цеплять вас может нет не будет цеплять никого но шторм отсюда уходит интересно этот манус когда здесь умрет догонит все таки как-то нужно запустить сюда читерские шейклы в этом анус который привязывается там за 10 метров к этим деревьям так свин драйна пришла мид стой прилетел шторм и будут ли забирать ты принципе не стоит то есть можно по факту велике это влетает его притягивать тут прожимать карабасе шейкл шот отлично крепу павершот еще сверху летает рнт сюда мпл 1 1 некромена и уходит виндетту чуть-чуть не удалось буквально неужели пытается еще и на шторма будет нет мне кажется это будет ошибочным вариантом если вы кто-нибудь прилетел помог возможно бы когда забрали просто пкд этот будет моноберн лететь не кроме хотя сейчас на самом деле маны нету у них со нежели не кроме нашего что-то здесь делал дизраптор который убил до зла нет магнус убивая до зла но дизраптору идем помогал ему в этом что тут сейчас пропускаются моменты у нас на камере первая игра неделю без стримов такое бывает бим у нас прилетает виндрайвер нету маны так что убежать если что не удастся то что здесь есть на самом деле и клипсы может сейчас его нет не будет поджимать все сантрями обставили причитывание к сам я вижу на здесь не будет измеренной центре только если это всеми стоять вот это вот луна и вот этот власти лир просто не знаю как чувствуют друг друга игру т.д. забирает здесь манус нет не забирает будет сражить его для 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 колонны у сторожей то будет или него просто оставлять здесь вардов на руне кстати нету dark passage и под смоком сюда заходит заходит стоит дизраптор все кстати вот видимо магнусу сейчас летела и заберет в ндд этот и у магнус это кстати 6 левел 7 даже то есть и проблемы сейчас могут возникнуть у вас силера или у дазла из принципе крест окружает здесь дазла вешать не перед спелл сеточка выходит из сеточки или тебя магнус реверс полярити глимпс назад 100 хп крест шок вейв и тут только уходить пытается стопить его когда манусы в минус профит ультой принципе профит могут прилететь но здесь дд манусы даже пешком дает и сюда идет жила стиллер сеточка рейдж мимо но не решается идти дальше профита теперь появляется мидас и какая-то не у нас мидас гейминг получается каждому по мидасу и арканы у магнуса интересно интересно кстати что у нас поэтому здесь понятно если такой будет мидас один нюкса у нас саботал стики ботинок фэйзы уже появляются и у виндрайер тоже появляется фэйзы пт проб за миджи и ботал куда-то сейчас непонятно далеко отводят крипов властеллер самом деле он просто может стоять но что он делает и забирайте спокойно а то есть вот так вот шторм забрал луну что-то вообще здесь происходит непонятно кати какие-то движухи происходит именно там где нет меня надо смотреть прям где стыки проходят игроков я не прям рядом стоят больше там по мне попал по магнусу и прожимает глифт но мне кажется не не успеет они задефать делает т.п. разрешает и сейчас может быть вся я я это же байт на магнуса ребят его моментально отъезжает кивер и . минус эклипс пошел минус шторм велась верой джессис убегает с магнус 1 в 11 штормом не разменялись и ластер переходит фармит нам вот он прям по центре бегает этот нюкс и и и и и продолжается фармить здесь наши керри до сих пор перефармливает тут буквально парочку крипов эту луну шторм тоже одновременно бок о бок идут сник с азинами что что будет ли стыке у нас лесу кстати на эншин так у нас нету нигде стаков что интересно мне кажется уже можно делать для ластера стаки хотя бы обычные лесные новима саппорта слишком заняты не знаю чем пытается стоять и дефать мид кстати говоря сейчас будут проблемы возможно власти лера и для виндра наркались которую если найдет нюкс что вариант поражать здесь виндетту и хосту что ты наделал нюкс что ты наделал поражал сначала хосту сначала вернее виндетта потом хосту это свалил сейчас нюкс и улотилер появляет армлет блин как же хорошо стоит этот магнус я думаю что он будет здесь умирать на самом деле чаще скоро в арт упадет то я думаю уже до через 15 секунд а виндетта будет через 27 по сути луна может спокойно перефармливать это у самого селера но только вот за счет своих этих мун глэйвов цемка здесь видео фармится тоже либо помогает луне они помогают луне она фармится и да зал по моему с профитом теряет много времени стоп где правильный стоял уже в лесу так там летает шторм у нас но соли сразу глимс назад они собственно цели сейчас блин на самом деле вот если глимс не качать то у него 65 секунд куда он это как бы не очень туда ты безусловно заберет он и ты пауза не успевает тут магнус уже влететь аха вот они стаки здесь то доминатор луны ты понимаю да доминатор луны который здесь сама на себе делает стаки кажется на этот топ надо было бы прийти ластилеру сформить хотя здесь фармит луна и поэтому встретиться с ней в принципе с армлетом то свои замея думаю проблем не должно быть против луны там потому что дождаться бима прожать рейдж и драться до конца такая вылазка штормс dd под смоком здесь видит он находит они луну . приходит связывать его отлично и это минус правда мог бы с профитом но влетать на магнус рп на виндрана родной здесь же есть м кошок вэйв на виндрана опять же просьбать это минус и лота покупать за профит пушится уже вот решил решил здесь наглеть и подпушить его теперь думаю стилеров да уже на 2000 перепаду творцу ведет обходит луну хоть и покрепом ушел недалеко но ластера 101 на лун это теперь 120 как бы две смерти сыграли минус монет за прилетает профит а связывают отлично здесь карапасе всех просто карапасе этот нюкс и уходит виндетту господи что происходит вот сейчас обрадов уходит прям под вардом партнер и в инвизи теперь рнт до сервера ой-ой-ой кристалл ноута убивает этого профита повершот налог и пешка роман приходилось вгрузается в этого дизраптора армии почему не прожимает видимо думаю что без него убьет и а я опять карапасе блин ну здесь нужен power shot какой-то вернуться уже будет легко а есть еще и мека у этого нюкса на самом деле почему-то я не понял почему сейчас нюкс не прожил мекку потому что по моему там можно было бы и спасти этого дизраптора ластера даже армии не прожимал и 3 200 есть на руках будь ли это хайпер стон или знаю либо шер сразу же она решила отомстить забирает здесь топ в ответку и эффективный пуш медаль есть нет нету rp 22 секунду буду ждать пока она появится и потом можно будет влетать не заданайте этого трента опять же пытался свиндранера не убить получилось целиковый товар просто 40 хп у него снято всего лишь то время как здесь только всего лишь 380 осталось они принципе сейчас команды архпессаж могут посидеть пофармить и вытащить эту игру и так летает шторм прожимает карапасе и ждут пока не пройдут личного спрут и отравляют есть иверс полярича ждет манус пока все соберутся чтобы лететь его и дать и сейчас строя трое стоят рядом нет разбегаются можно было бы им летать а вот семечки семечки есть новый год и и и что и дд не уже не заберут собирать у них можно было бы уйти виндета прийти сюда и кого-нибудь поколотить который фармит здесь эншентов что здесь ластилер совсем загулял нет не успевает дать по нему бим и теперь луна вот зафармливать все эти стаки теперь то на по нетворцу ну это думаю сейчас до фармит господи что здесь произошло блин ай господи это сейчас да это был магнус реверс полярити сейчас ну что все погибли у себя на хайграунде это понимает удовлетел магнус и сделал нечто плохое и по нетворцу все равно луна не может догнать этого ластилера а вот теперь уже догнала и перефармила по крипам это плохо конечно есть у нее бкб есть медас доминатор и пт но че это еще ринг здесь валяется этой луны сегодня спушит интересно у нас мид или нет пытаются здесь спушить топ спушить мид но в миде трое на топе один магнус магнуса есть реверс полярити и в миде происходит драка ластилер под рейджом ему все равно хоть винды то нюкс ничего не можете сделать ластилер он отходит а вот что проходится здесь подизратор господи как долго он сидел в этих шейках и в лотер здесь уходит профит я и на проходит здесь по центре и и не дальше нюкс не пойдет ой 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 штор находит магнуса и будет пытаться забирать сюда уходит он здесь на скивере и арчит покупать себе шторм вот это теперь просто залеты на магнуса будет он перед файтом искать его и выцеплять чтобы не было вот это вот критического переворота с его реверс полярити с какой-то трендами блок стоит и теперь тренд это падает как не вовремя просто уже на самом деле как-то вот эту часть мида завардена активнее командир скорбс нежели удар пассаж это мутная непонятная игра происходит это стран непонятный могла куда-то профит делать сейчас идет т.п. на топ у меня маны сейчас в игре на более нету на трендов ни на что я думаю они это понимают что нужно стоять и пушить мид либо идти до потоп но опять же профит без маны это не лотара шанс переключения если переключить пт на ману ты что он идет лотара но тогда уже и на т.п. мана не хватит что я думаю он дождется на но и сделать паут отсюда блин как интересно собирается потом убивать эту луну под им пауэром под им пауэром ты тот на 30 процентов больше дэмэджа и которые просто фарм без остановки а пытаются не что-то сейчас предпринять но нужно убивать просто эту луну потому что иначе сейчас она вырывается вперед по нет ворсу да нет сейчас ровно идут на гриф стату скажет она впереди такой-то мид гейминг сейчас происходит потому что сейчас что-то профит пытается какой-то там лайм подпушить что-то здесь ластилер на боте пытается подпушить или пофармить то и другое месте и луна должна сейчас прийти сюда сюда приходит шторм и уходит отсюда глимсует его сразу статик что армии не проходит тут сеточка мпл тоже мимо даса пица ботлом висит на нем первый спел . товара и нечем отпиться но как-то особенно не гонятся и понимаю что там-то паут а здесь ластилера убили то время как на топе были погони за этим самым штормом 713 не все так хорошо как хотелось бы командарь позже и товар забрали здесь сейчас по графикам по графику нас ну да такая мутная игра поэтому графики такие кривые урс корпус преимущество по xp на 1200 влетаю сюда шторм на сайта орчит и это минус магнус даже не стал летать понимаешь что нет р.п. ага спроты и все сразу уходит моментально на дагере это вот это вот аватарка магнуса непонятная то есть она блин то ли это бак то ли она просто обрезана как-то странно один глаз пока видно и принимаются спушить мид по голде кстати dark passage преимущество за 3000 до 3000 но это все таки я думаю за товаров товара и плюс тут фурион тоже собственно понятно шторм пытается с профитом спушить топ рядом никого нет есть никс вендетти с него скипитер а вот так вот а значит понимаешь что за ним бежит нюкс и уходит отсюда властелер на боте и разрушил tower но он все скрипе я думаю нужно кому-то лететь помогать ему у кого-то сегодня будет секс это будет у р.н.т. показывает что помогали то что шторм отлично на магнус сразу момента хочет в кб от луны момента отезжая здесь манус и дерется лун до пацаны но не было здесь эклипса так что шансов было очень мало и не станут лезть на хг иду сразу на рошу вот о чем я говорил этот врыв от шторма на магнуса будет просто адские и портить все просто командир скорбус постоянно будет этот шторм выцеплять магнуса весы вешает у него арчит еще арчитель появляется еще еще арчит еще еще арчитов больше арчитов еще арчит появляется виндранер и теперь уже два есть у команды аркпесседж не удастся арчи да точно не будет и хекс будет у р.н.т. что интересно вот это тот о чем я говорил тут в принципе даже если бы не было шторма чтобы луна сделала стилеру есть рейдж да окей пройдет там бим разок но не прожмет он речь но мне кажется рейдж будет держаться не прожитым до тех пор пока там не будет прожат эклипс господи мисклики от ластилера сегодня походу пробует прожать эклипсу луны и ластилер уйдет в рейдж и продолжит ее бить собственно здесь никак не спасешься с учетом того что у него уже есть изолятор и на подходе уже кираса счета 1013 стал подтягиваться не думаю тут по эксперт да по эксперт моментально просто все тут этих киллов луны магнуса башню забирали здесь но правда но не сильно влияет но тем не такие плюсы есть в копилке командарь пассаж нюкса забирали виндранер башню и еще дезраптор забирала р.н.т. по сути будет хексу р.н.т. может выцеплять где-то летать ли этого дезраптора 1 хотя нет 1200 хп и будет у него аганим по моему даже сейчас до появляется у него аганим вот это интересно а нет это манта это не интересно сматы возможно будут шансы против власти лера но опять же думаю что возможно только на уход вот это кираса вот это манта в ответ ну по моему здесь просто уластью на самом деле намного больше перефарм и не намного но извините как бы луна 1600 хп и ластиллер 1400 и вот эти вот но под им power конечно здесь будет 250 дэмэджа а у ластиллера всего лишь 200 конечно прискорбен но не надо забывать про вот эти вот 6 плюс 20 армора а у луны у нас 13 плюс 5 то есть здесь 18 а здесь 26 и плюс еще к тому что это кираса это минус 6 армора сразу же все будет у него 12 армора по дэмэджу конечно здесь больше будет луна но тем не менее тычки ластиллера плюс еще армлет в армии всего 30 дэмэдж добавляет что здесь шторм видимо луну и они на нее байтят помигала сейчас луна что здесь иллюзия прилетать рнт и может он не туда влететь подвода сразу бкб прожимались луна прожимать на эклифт приходит ластиллер рейджи моментальные сгрызает остается за теми скопы рейджом не достает и минуса егис нет прилетает сюда все-таки орчит кидает на магнуса бим еще сверху некромена глимсует до самого ластиллера еще и rp и m power на рнт мп проходит отличный минус рт минус магнус минус м к дизраптор про нюкс и остается одна луна которая собственно отхиливается на базе вот так вот теперь вернулась ну это пришел да за лавин драни на самом деле так бы сейчас бы зашло нету эклипса есть только бим есть глиф по байбэкам у нас есть уникса есть у луны всем ки то есть принципе сделал дойдет до бараков могут покупаться но я думаю за это все время лол неужели отдают бараки отдает просто вот просто сейчас только что отдали вот и параллельно еще кстати говоря сейчас можно профит у запушить топ моментально потому что это будет туда или не будут тупо туда тупо будут на мид и виндете кого-нибудь искать будет здесь нюкс где-то на такой этого ластиллера форста пин раннера и ранты решил просто пофарм чужой лес неплохо мне кажется таки запушить line был бы лучше магнусу нужно срочно бкб потому что эти влеты от шторма хотя принципе батить на бкб магнуса будет легко сейчас подсвечу что здесь надо забирать этого рнт он тоже не дурак понимаешь что сейчас за ним выйдут дрошан четыре минуты остается сюда кстати командах пассаж подтягивается но нет 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 не пойдут они туда аренда просто будет дальше фармить лес и подпушит здесь наверно мид час немного кстати хексует это самый нужный есть у рнт продай думаю если он надо успевать либо проживать когда влетает магнус либо на луну до прожатия бкб потому что получается что там будет либо все после либо с на добивание хексом пользуются просто здесь будет скоро бкб здесь уже есть бкб а дезераптор принципе не такой полезный после full прокастов а вот вот он зачем был нужен этот хекс но только теперь сейчас в ответочку сюда полетит нюкс под виндетой нет не полетит я мог бы мог бы ой-ой-ой здесь здесь у нас нет 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 глимсует хотя глимсует суда склимсовали все-таки этого виндран орчит здесь на нюксе и господи с целой толпе стоит сверху нету реверс полярити на фиг шторм прожимается здесь речь есть армия пережимает тест на тыкве то ластера минус ластиллер как-то вот команда на пороле с неудачно здесь совсем господи еще и дозу как-то попадает рублимсу прям толпу mpl минус просто моментально все изменилось хотя бы галде 15000 по экспеду 12 было сейчас чуточку вниз они отошли есть правда проблематичный рнт который в принципе если бы здесь были бы крипы я думал бы пошел бы вообще пушить здесь четвертые товара пытаются спушить мид но дефать от tower 1 рнт не будет сейчас речь севиндран и и возможно что они не придумают кажется что ластеру нужны стаки я не представляю него не у нее есть 3 200 на руках нету башера я просто какой следующий там у него будет просто 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 это должен быть по сути башер но ваш это здесь кроме луны никого луна здесь раскладывается за пару тычек от него смотря на него скромный дэмэдж через минуту рошан рестнице и бкб у ценки это означает что будет все таки новый год у нас скоро не будем вообще его хоть раз игру прожимала или нет он прожимала раз-два ай-яй-яй профит не успевает здесь этого самого нюкса опа вот это кем не ноги на бабочка и бкб магнуса теперь теперь только мкб я думаю принципе что и собирает власти лир хотел может не видел но часть я думаю все таки лежал здесь у луны либо это было как-то придуга надо на лайфстиллером останется мы сейчас буквально полторы тысячи и на этом кб и можно устраивать драку свете здесь рошина который сейчас кстати появится через пять секунд да появляется роша и я думаю сейчас видели команды аркпесе чтобы и сороша можно идти забирать пока скоропы будут дефать топ ну да что собственно не делали мкб мы сухо и отхилу этого латиллера буквально за пару секунд забирает у рошана что постоянно магнуса в эту зону мол типа здесь где-то профит но его здесь уже давно нету он помогал забирать рошана ахаха и профита тоже мкб все так вот решили они сделать и грамотно положили кем штормой я ей гистость что будешь точно его не потерять нету проду шторма блудстона но питается он только за счет рун даггер у нюкса а тут поворот что почему только сейчас появляется а ну да в инвентаре у него часть была мкб только сейчас появилось что он его получил тут патт в рам дефит просто сложной команде скорбс и вот это нужно мкб появляется уластью леру теперь можно драться с этим мкб но опять же манта луны сатаник и нужно ага вот сейчас кстати говоря сатаник только тискать что нужны сатаник и через 20 буквально 25 монеток будет у нее сатаник здесь инфист бомб у нас под хостой бегать шторм в виде сейчас у них со пропустил них сам влетает сюда минус дизраптор как там мэйда новый год за 3000 она умирает здесь пожалуй бкб весело стилю будут под рейджом и чего не сделают есть байбеки наверное да кристалки есть байбек у дизраптора его нету 860 голды еще ждать ему и просто падает а вот приходит не взгляд дает им белый луна и клипс проживает пока бы отлично рюкс полярите брата моего 1 притесно шторм пытается натыкивать это сразу же минус манус это санюкс у них суходит гост минус луна и минус нюкс и это минус топ я думаю все таки это джи джи потому что байбек есть только у них сай кристалл мэйден да это джи джи ну и ждем следующую игру собственно который у нас будет против команды бэнкс посмотреть не сыграли или нет да нет нет они еще не сыграли